После вступления в силу новых поправок к закону о местном самоуправлении, изменения теперь требуют и устав города Сочи. Поправок в законе немало. Одна из существенных. В Сочи, так же как в Краснодаре и Новороссийске, мэр города теперь не будет избираться путем прямых выборов. Кандидатуры на этот пост будет определять специальная комиссия. 50 на 50 она будет состоять из представителей администрации края и из числа местных депутатов. Далее уже из предложенных комиссии кандидатур депутаты городского собрания путем тайного голосования будут выбирать мэра муниципалитета. Важно, что данный порядок избрания городоначальника не распространяется на действующего главу города Сочи Анатолия Пахомова, который вступил в эту должность до принятия изменений в федеральные и крыльевые законы. То, что не будет прямых выборов главы муниципальных образований, а будут избирать депутаты по представлению комиссии, я считаю, здесь ничего страшного нет. Потому что если у нас большой круг депутатов, которые представляют интересы избирателей, то есть тех, которых их избрали, жителей города Сочи, я думаю, что не вправе избирать главу города Сочи. Прописаны отзывы, если дважды, допустим, городское собрание собрало, за один год признана работа главы недовлетворительной, и если признается второй раз работа главы города недовлетворительной, он уходит в отставку. Все изменения, которые теперь необходимо внести в устав города, детально будут рассмотрены на публичных слушаниях, которые состоятся 29 апреля в 15 часов дня в 118 кабинете администрации города. Окончательно уже с учетом мнения общественности, изменения в устав города будут рассмотрены на очередной сессии городского собрания Сочи согласно действующего законодательства.